В зоне АТО за минувшие сутки погиб один боец, двое получили ранения, напряжение не спадает. Из-за обстрелов сегодня аварийно был остановлен Авдеевский коксохимический завод. Через час сотрудникам удалось возобновить работу, восстановить энергоснабжение города. Все подробности об этом узнаем у Ирины Баглай. Что это? Кака? На промзоне тишины не бывает практически никогда. После утреннего минометного обстрела сейчас слышно, как идет ближний бой. И боевики используют при этом ручные противотанковые гранатометы. Видно дорожную развязку. За той развязки выезжает их танк, работают либо один, либо два в паре. И начинают делать нам такие чудеса. С крайней позиции танк не разглядеть, даже если рискнуть и подняться над укрытием. До 28 выстрелов. А это полный боекомплект. Танки противника выпускают с закрытых позиций, чтобы военные не могли их подбить. Работают танки, минометр в это время заглушает все позиции. По 20 выстрелов делают. Обычно два танка работают. С утра в 6 часов начинает расцветать. И в часов 5 вечера опять танк выезжает и начинает расти. Обычный танковый снаряд. Вот вчера повезти. Самое страшное. Самое страшное, что может это быть. Да, в случае. Лупили один раз. Ну, как прямой наводкой, то стена лягает. Армейцы снова устояли без потерь и подавили огонь врага. Потери у противника. Правда, вчера пришлось работать на два фронта. Боевики зажигательными пулями подожгли одно из помещений. Отработал утес по нашему этажу. И там загорелась резина всякая такая. Мы это начали, хотели потушить, но потушить невозможно было. Было здоровье в пламя. Огонь вспыхивал еще и сегодня. Доказательства обстрелов на промзоне повсюду. По словам Басурина, это не запрещенный минскими удовольствиями 762. А пожертвов, я думаю, что это 152. Это то, что буквально за 5 минут на промзоне мне удалось. Ну, это все свежее. Это точно танк. Это 120, что вы союзов все мины. Вот танк, артиллерия и 120. Это то, что происходит постоянно. Из-за таких обстрелов сегодня аварийно остановился коксохимический завод. В течение часа, как сообщил директор Муса Магомедов, с помощью генератора удалось запустить газодувную машину и возобновить выдачу кокса. Город снова отапливается с заводом. Для полноценного же возобновления энергоснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции необходимо устранить повреждения на линиях. Это возможно только в режиме тишины. Сегодня обстрелы так и не прекратились. В Авдеевке, надеются, ремонтники смогут добраться до места аварии уже завтра. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.